Музыка Ну вот народ сейчас прибывает, близится начало финала Музыка Командия и Беларусь Вот, кстати, посмотрите стенд Думаю, многим будет интересно, кстати говоря, небольшое интервью Коео, нашему сайту согласился дать легендарный доктор Neubauer Стенд фирмы, которого представлены на Чемпионате Европы Санкт-Петербурга И в этом интервью нам поможет Сергей Петров Мистер Нойбауэр, добрый день Наверное, для вас не секрет, что поклонников вашего инвентаря очень много, в частности, в России Как вы относитесь к запрету инвентаря в этом году, в число которых попали, в частности, ваши накладки знаменитые? Какая ваша опьянка или ваша опьянка для пимбола, которая очень известна между нашими игроками? Как вы относитесь к этому, вы можете предоставить, что мы не нравились в этом году И я еще не знаю, что это не было нужным Многие люди, которые были использованы, я не думаю, что это не уничтожило, но мы должны бороться с тем, что большинство Мы решили, что мы решили, что мы решили, что мы решили, что мы решили сделать лучшую работу. На эти накладки Но в то же время мы должны Встретиться лицом к лицу с этим фактом Что совет ATTF принял это решение И мы представляем здесь новинки Которые соответствуют Новым требованиям ATTF Спасибо И после столь революционных изменений Наверняка изменился и спектр Вашей продукции И не могли бы Вы ознакомить Российских любителей настольного тенниса С новинками от доктора Нойбауэра После этих революционных изменений В ATTF регуляциях Это должны быть ратичные изменения Ваши ресурсы Может быть Вы можете показать нам Новые продукты И мы можем получить больше информации О твоих новых продуктах Может быть можно показать Прямо даже будет Наш ответ Наш ответ Это запрет Гладких пупырей Четыре новых накладки Это прежде всего Две новых накладки Антиспин Одна из них называется Гризли Это накладка Это накладка Принадательная для тех, кто играет в нападении Ей можно атаковать И конечно ей можно подставлять Это не трудно делать Если Вы знаете, как это делать Другая накладка Это коррилла Это очень красивый вид Это животное Коррилла Это очень симпатичное животное Не так ли? Давайте просто скажем Это накладка Это хорошо для блоков Также для блоков Эта накладка Подходит для Выполнения подставки Блока Но В отличие от Фрикции Пимпуль Контроль Принадательнее Но В отличие от Старых Длинных Пупырей Более трудно Контролировать Мяч Это Другой эффект Что В случае Фрикции Пупырей Пупырей Остается Фрикцией На Кладке На Пупырях На Какую-то Долю Секунды Мяч Остается На Накладке В Мяч Отскакивает С Этой Накладки Мяч Отскакивает Сразу Он Не задерживается На Накладке Поэтому Нужно иметь Правильный Наклон Ракетки Когда Вы Вы Делаете Контр Удар Слева Нужно Сохранять Один И тот же Угол Наклона Ракетки Если Вы Изменяете Угол Наклона Ракетки Он Не На Тол Если Вы Мяч Не Полетит Не Тол Нужно Если вы выполняете приём тупфина, не надо, чтобы ракетка шла вперёд. Когда вы вращение, возврат вращения забираете. Вам нужно просто оставить ракетку. Нужно направлять мяч ракеткой, нужно просто оставлять ракетку. И тогда, конечно, вы должны подчеркнуть ракетку. В этом случае, если вы не выглядите вот так, если вы получите ракетку, то вы не сможете. Здесь нужно увеличить, больше открыть ракетку при выполнении подставки. Мы поняли, что многие игроки жалуются. Особенно кто-то начинает играть с надзавками на недостаточный контроль. Они не могут их контролировать. Но, если вы объясните, когда мы проводим тренинг курсы в Азии, то люди подчеркнули. В наших семинарах по обучению и курсах мы объясняем, как это делать правильно. И когда люди привыкают к новой технике исполнения удара, то у них все получается. А семинары в каком виде доступны? Как они проходят и где? Мы были сейчас в Азии три с половиной недели. Мы там делали много обучающих семинаров и тренировочных курсов в Японии, в Корее, в Малайзии, в Таиланде, в Сингапуре. Да, но это было экземпция, потому что это время, 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 время. И в лабе было три часа обучения. И там после трех часов обучения люди понимали, как нужно играть правильно. На следующей неделе появится новый список накладок ITTF. И там будет две накладки антиспин, две новых накладки антиспин ну и пау. И обе накладки будут более медленными по скорости, чем эти накладки. Сама резина, верхняя злая резина будет немножко помягче и ей будет легче играть. Мы уже отдали некоторым игрокам, чтобы они могли их протестировать. И игроки подтвердили, что ими намного легче играть. В последний раз с этими накладками, наверное, это была моя ошибка. Потому что я думал, что если я могу ими играть, то всеми могут ими играть. И мы хотели держать это в тайне, в секрете, поэтому мы никому не давали пробовать до последнего момента. Но в этот раз мы сделаем по-другому. В апреле мы также выпустили две новых накладки длинные пупыри. Но они стандартные накладки, в которых есть нормальное сцепление. Это накладка «Уморан Классик». Это особенно для тех, кто защищается в дальней зоне. И можно, конечно, тоже атаковать. Ей можно, конечно, тоже атаковать, но в основном ее используют для защиты, для игры классической защиты. Это не что-то новое, это не какое-то новое изобретение. Она похожа на накладки «Бутерфляй» и «Отпис». Она просто одна, еще одна хорошая накладка на этом рынке. Это накладки не было на рынке ранее, такого типа накладок. Это новая разработка. Ничем обычно. Здесь пупыриные накладки больше разнесены, чем обычно. Между ними расстояние больше. И также пупыриные мягче. Резина мягче. И поэтому, я думаю, что для первого раза, вы можете атаковать. Вы можете атаковать, вы можете идти вперед. Вы можете выполнять атаку против спины. И после этого мяч имеет тенденцию и уходить вниз. Если вы просто держите ракетку, если вы просто держите ракетку и уходите вниз, так называемым, определенным углом, то ваш оппонент получит мяч, который уходит вниз. Так называемый мертвый мяч. Если кто-то хочет играть эффективный мяч, то я думаю, это будет хороший выбор. Это накладка Monster Classic для тех, кто хочет играть в нападении длинными пупырями. Но я готов ответить на любые ваши вопросы. Спасибо. Я думаю, вы дали исчерпывающую информацию. Мистер Нейбауэр. Еще, наверное, последних два вопроса. Первый вопрос. Мы вас знаем не только как успешного бизнесмена, но и профессиста. но и профессиста. У нас только два вопроса. Первый вопрос. Мы знаем, что вы не только как хозяин или бизнесмен с Нейбауэр, но и очень хорошим игроком. И поэтому было бы интересно нашим любителям узнать, сколько часов в день вы тренируетесь? Каков ваш график тренировок? Наши игроки в России хотят узнать, как много вы тренировали? Каков ваш тренировок? Я обычно тренировался много. Но сегодня вы investите много времени в разработку новых продуктов. Сейчас очень много времени уходит на разработку новых продуктов. На бизнес, да? Для этого Гризли и Горилла на разработку Гризли и Горилла у нас ушел целый год. И две новые накладки, которые сейчас выходят. Мы уже протестировали 300 различных прототипов. Это очень много времени для моего тренировка. Очень много занимает времени. Остается немного времени для себя, для тренировок. Но тем не менее, все таки, как сейчас. Не так много для себя для себя. Сейчас я играю Ваш рецепт для... Спасибо. И последний вопрос. Ваш рецепт отличной спортивной формы. И последняя вопрос. Как он прекрасно выглядит? Я имею ввиду... 5-10 километров. Ну, я имею ввиду... Ну, я имею ввиду... Ну, я имею ввиду... Это не навредит, если вы будете бегать 3-4 раза в неделю 5-10 километров. Если вы будете бегать, то, что я делаю, то, что я делаю... Иногда сорочный велосипед и собираюсь в горы. Спасибо огромное, мистер Нейбаор. Спасибо, Сергей. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо.